Всем привет! Сегодня снова рейд в Салумболе на площади Терехина и опять же мы попытаемся убрать автомобили. Да, вот в комментариях никто не спорил, что это нарушение, разные были комментарии, но никто не возражал, что это нарушение правил парковки и значит придется снова наводить порядок. Сейчас мы проедем, посмотрим, создаются ли помехи движению, потому что не все согласны, что мешает. Вот опять же знак мы видим. Проезд до перекрестка. Вот он, с постоянным наказком, ничего страшного, уже, как обычно, куча нарушителей, которых... Вот, допустим, нам надо в магазин, ну или куда-нибудь там вот на левой улице, я забыл, как она называется эта улица. Беломоргская фатерика. Да, что-то типа того. Вот, и по идее, как нам гласят правила, доезжаем до середины перекрестка и что, у нас вот преграждено движение, приходится вот это все объезжать. А здесь не вижу, кто слева выезжает. Вот, сейчас свободно. Вот, в общем, это все мешает. Все, что слева, все мешает. И справа, тут, конечно, тоже, но это ладно. Еще... Как-то надо... Водичка. В яму, да. Вот. То есть... Машины стали на площади, нет, чтобы немножко проехать дальше, как я обычно делаю. Дальше можно по этой улице, по Беломоргской фатерии. И вот здесь справа уже видим места, надо же, откуда взялись. Или на переулке направо, тоже, вот, вполне недалеко от магазина, почему бы и нет. Здесь всегда есть места, потому что здесь никто не встает. Ну, сейчас я не буду, сейчас я приеду обратно, посмотрим на выезде, какие помехи создаются, и что меня, в общем-то, всегда в этом деле раздражает. Почему я стал бороться за, не за свои права, а за все, за общие, всех водителей. То есть не надо говорить, что никому не мешает. Если даже хоть одному человеку мешает, то уже мешает. Да. Вот, допустим, я выезжаю, закупился в магазине, выезжаю отсюда. И, опять же, мне надо до середины перекрестка, где вот как я могу приехать здесь. Здесь даже справа никакого приезда не оставили. Вот, мне надо вот здесь приехать, и где? Никак. Так, приходится объезжать. Здесь у нас что? Здесь затруднение обзора. Я не вижу, что слева происходит, я не вижу, что справа происходит. Приходится опасно выставлять нос и ждать, когда кто-то... Мы в опасности. Да, вот не видно, что тут происходит. Так, я не мешаю мне здесь? Нет, ты мне не мешаешь. Вот машина. Так, вот видите, как-то все сложно. С ними непонятно. А также обратите внимание, что вот слева говорили, что нет парковки. Вот там есть парковка, вот тут вот парковка. Да, сейчас мы проедем, посмотрим, сколько мест свободных, сколько человек в сию минуту могли бы припарковаться без нарушения правил. Слева, пожалуйста, место. Да, слева два места. Здесь как-то некомпактно встает. Здесь места есть всегда абсолютно. 3, 4, 5, 6, 7, 7 мест уже. И 8, и все. 9, и 10. То есть, ну, все это меньше 5 минут от магазина. Так что, что вам мешает. Вот. И я поеду снова на, как ее называется, на Маяковского. Я обычно здесь паркуюсь. То есть, и вот здесь вот построена парковка. Большая у нового здания. Да, можно вот у нового здания, можно развернуться поближе. В общем, места есть. То есть, в ближайшей доступности 10 мест. Вот, в ближайшей. То есть, не надо говорить, что нет места всем. Сейчас час времени и места найдены были сразу же. Причем, в прошлый раз, когда все уезжали, люди, они находили места. Ничего страшного в этом нету, чтобы пройтись, прогуляться немножко и найти себе место. Тем более, ну, если ты инвалид, то у тебя там есть два или три прокурочных места. То есть, места найти можно. Вот, показали, где можно встать. Где можно легко найти место. То есть, вот этот весь переулок, он свободен. Понятно, что сейчас весна и все тает. Но, тем не менее, места-то есть. Я здесь припаркуюсь велико, чтобы не ездить. Мы, соответственно, сейчас увидим, позвоним, как обычно, и будем ждать ДПСников. Опять мы звоним товарищам инспекторам и опять позовем. ЕБДД, дежурная часть. Так. Напомни номер 43. 41-27-44. В общем, звоните, ребята. 41-27-44. Здравствуйте. А, вот я нахожусь на площади Терехина у магазина «Адмиралтейский». Зафиксировал здесь массовое нарушение правил парковки. Он на проезжей части паркуется посреди площади. Вот. И можно вызвать наряд, чтобы навести порядок? А там чего сегодня такое? А здесь, здесь всегда всю площадь загромождают. Вот. И, видимо, люди не знают, а может быть и это такие автохамы уже. Хорошо, проедем, что там будет. Да, мы ожидаем вас. Спасибо. А, фамилия Шехурдин. Порядом свободите от подъезда, телефон 8. 8-902. Ага, спасибо. Сколько сейчас времени? Так, время у нас 13.09. Так, позвоним снова, потому что к нам никто не приезжает. Моя печаль на этом. Терехина, Терехина, Сашват. А, здравствуйте. Я вот уже вам звонил по поводу площади Терехина, и к нам еще никто не приехал. Ждать нам еще или нет? Ждите, приедем. А, то есть еще ждать, да, пока? Ладно, до свидания. Прошел полчаса, сотрудников ДПС пока нет. Но мы, люди не горды, мы подождем. Да, я вот подозреваю, что с каждым разом будет все дольше и дольше ожиданий. Ну что, час прошел, еще раз позвоним, где наши друзья парни. Где-где едут? Наверное. Парни. Парни, вы знаете, не из полуиски только плакаете? Здесь его в Санбале нет, по-моему, вообще. Здравствуйте. А скажите, пожалуйста, вот площадь Терехина еще долго ждать нам? А, то есть едут дальше. Спасибо. До свидания. Сейчас прошел, а мы ожидаем. Сколько мы еще будем ждать? Так, сейчас будем звонить третий или четвертый раз. Сейчас прошло почти два часа. Посмотрим, сколько нам еще ждать. Стоит ли вообще ждать? Кажется, все ушли кроме нас. О, приехали, смотри. Нет, это просто полиция. Это не для нас. Дежурная часть, наверное, решила от нас спрятаться. Не берет трубку. Вот так как бывает. Попробуем тогда 002. Может быть там скажут, в чем дело. 102. Ну и 0 или 102? 102. Вот оно как. Ура. Ура. Как быстро берем номер телефона. 102. Ура. Ну вот, никакой номер не отвечает. Остались один на один с преступлениями. Понятно. Это мы звонили в полицию по 02 по факту. В общем, исполнение федерального закона, который утверждает правила дорожного движения, никому не интересен. Понятно. Подождем. Звоним снова. После двух часов. Здравствуйте. Вот я по-прежнему звоню с площади Терехина. У нас другого номера. Я думаю, вы мой номер там не заблокировали случайно? Какой номер? А, ну, 900. Я вот не могу до вас дозвониться в очередной раз. А, нечего с номером записать? А, ну, может быть, да. Вот. А мы тут уже два часа ожидаем сотрудников. Преступления-то совершаются. Это нарушение правил движения. Так вот, хотим разобраться здесь. Я не подъезду. А, спасибо большое, ЖДА. Так, ну, ладно. То есть, я как понял, они говорили, что они здесь были, что ли, приезжали? Я точно не понял, но вот какая-то работа сейчас была продемонстрирована нам, что вроде бы вызывают, не знаю, приедут или нет. Надеемся, что да. И вот номер, странно, вот он говорит, что мой номер никуда не блокировали, хотя такое я видел в других роликах, такое бывает, что перестают отвечать. Так что посмотрим, как другой день у нас пройдет. Сегодня вот трудность какая-то была с вызовом. Ну, ладно, преодолели. С хитростью нам несколько номеров, что ли, заводить теперь, чтобы дозваниваться. Слишком дорогие рейды. Да. Ну, донаты в описании можете скидывать. Рано для доната. Прошло два с половиной часа, и мы попытаемся снова позвонить в нашу дежурную часть ГБД. Проверим еще, номер мой заблокирован у них или нет. Так. Похоже, да. Интересно, твой еще в ЧС уже или нет? Да. Все может быть. Ну, что он говорит все. Не заблокировано. А трубку не берут. Я еще, конечно, сейчас попробую. 102. Снова. Нифига. 102. Экстремилизов 102. Пытаемся звонить. В полицию. Дежурная часть ГБДД не отвечает. Я вот думаю, можно ли к вам обратиться или все-таки пытаться туда? Что у вас случилось? Я нахожусь на площади Терехина, и здесь нарушение правил парковки. Посреди прежей части много автомобилей стоит. Я вот хотел вызвать наряд ГБДД на место. Площадь Терехина? Да. У магазина Бералтейский. У магазина Бералтейский. Да. Нарушение, массовое нарушение правил парковки. Нарушение правил парковки. Что именно? Стоят далее первого ряда автомобилей на проезжей части. Это является нарушением. Мы уже неделю назад здесь проводили работу с инспекторами. Представьтесь, пожалуйста. Фамилия моя, Шех Урдин. Хорошо вас застрянет. Нам ждать на месте? Ну да, наверное. Да, потому что сейчас нарушение это происходит. Хорошо. Да, спасибо, мы давно уже ждем. Попробуем этот вариант, получится или нет. Удивительно, дозвонили 102 во второй раз. Да. В этот раз. И больше информации спросили. Точно, наверное, обращение будет зарегистрировано. Хотя бы, да. Чтобы и руководство у них видело, что людям не все равно. Посмотрим, что из этого выйдет. Надеюсь, все-таки сотрудники полиции приедут. И мы уйдем по домам после очистки площади Терехина от машин. Это уже, честно говоря, надоело ждать два с половиной. А нарушителей? Да. Нет тех машин. Да, это понятно. Два с половиной часа это уже как-то слишком долго. Фиксировали уже недели спустя снова нарушение правил парковки на проезжей части. Вот. И решили вас вызвать, чтобы навести порядок, потому что сами не справляемся. Тем более, здесь вот, если заниматься предупреждением водителей, нам, наверное, нельзя какие-то проезжать. Вот. А? Да. Вот. Поэтому мы вас вызвали. Какие водители на месте, можно сразу, наверное, оформить по ПТО, а от остальных подъезжать. Ну, это не разберите? Да. Ну, это все проезжая часть. Ну, вот. Наконец-то после... Сколько времени. В общем, после трех часов ожидания сотрудники ДПС наконец-то приехали. Сколько мы звонили, и сейчас будут решать проблему с парковкой. И очень... Ходить нам по проезжей части запретили сегодня. Ну, по крайней мере, я спросил на всякий случай. Вот. У нас комментаторы к прошлому видео, видимо, обеспокоились за наше здоровье тоже, чтобы мы не ходили по проезжей части. Поэтому мы прислушиваемся к вам. Сегодня бродить не будем. Но и предупреждать водителей у нас не получится, потому что... Будем нарушать. Да. Неправильно. Так что это уже будет ваша, наверное, недоработка, что вы нам сделали замечание. Уже к первому водителю подошли и сейчас будут решать проблемы. Очень интересно, за сколько они решат все-таки. Сейчас сотрудник полиции переписывает данные нарушителей. Наверное, чтобы сразу же прописать протокол. Наверное. Да, хотелось бы. Если они сейчас оперативно будут работать, то это быстрее получится. Не ожидать. Ну и, соответственно, будут они сразу же ловить нарушителей, которые будут подъезжать. Это очень интересно. Из-за этой вот стоянки аварии с автобусами много. Они вот отсюда уезжают, например, поехали, и я в автобус заворачиваю. То есть так даже, да, получается? Да, много аварий было. Я вон тут выйду, реально. Частенько смотрю. Как видно. Раз в 15 в месяц точно не бывает. То есть все-таки проблема, которую мы обозначили, была, ну, реально, потому что... Ну, она есть, да? Да, потому что реально автобусы, они вот сейчас, если даже посмотреть, вот как вот он поедет. Поедет. Да, то есть вот он едет. Еле-еле. Да, под прямым углом. Надо еще успеть обратно разводить. И, соответственно, не подъезжает именно к самому по ребрику, ну, ничего не по ребрику, а к самой к остановке близко, чтобы нормально выйти. То есть, ну, тоже проблема благодаря вот этим же водителям, которые нарушают, и пошли в магазин. Меня инспектор, ну, специально позазвал, чтобы я занимался как раз тем, что я ему предложил врачальное предупреждение. Он попросил меня, если вот сейчас, знаете, пойду, предупрежу, попросил меня, если какие-то водители возвращаются, чтобы я обращал внимание инспектора. А те, которые приезжают, можно информировать, что это нарушило. То есть, в принципе, сотрудники ДПС не против то, что здесь ходят. Парковка запрещена. У нас декорации. В общем, водители постепенно уезжают. Не получая штрафа. Парковок не предусмотрено. Есть парковки. А? Есть парковки. А по той стороне высоты? Ну, там. Там сколько машин, а магазин, если большой. Я-то вот обычно, конечно, когда в магазин въезжу, вообще по той стороне квартала паркуюсь. А я вообще-то там. Ага. Это муж здесь. Я люблю вот так. Я вот тут тоже там люблю. Никого не решаю. Ну, я не знаю. Можешь. Парковка платная. Да, да. Ну, да. Реально, здесь парковка платная на площади Терехина. Должна. Да. Если в течение недели... 20 дней. Я посмотрел. Да, 20 дней оплатить эту парковку, то можно заплатить за 750 рублей единовременно. Но если не оплатить в течение 20 дней, то можно заплатить единовременно за парковку полторы тысячи. То есть по факту в Ахангельске есть платная парковка. Вот тут она на площади Терехина существует. Комментаторы тогда нас ругали, что мы из законов не знаем. Вот я специально обратил внимание, что мы это думали неделю или две недели. Я сказал две недели, а оказалось 20 дней. С скидкой на штраф. Так что везет людям. Те, кто раньше оплатят. Машин уже становится меньше. Скоро их совсем не встанет. И опять же это временно. Пока один не встанет, потом еще один не встанет, один еще один и так далее. Сотрудник объясняет, что здесь проезжая часть и парковка запрещена. Водитель не понимает этого. Со временем здесь не будет парковки. Или будет официально организованная парковка. Что ты думаешь об этом поводу? Я думаю, что здесь невозможно сделать парковку на этом месте. Прямо посреди площади нанести разметку. Ну, может быть, конечно, как-то это и продавят, но я сомневаюсь. Ну, возможно, каким-нибудь треугольником можно огородить. Возможно. А на стоятке безопасности стоять нельзя. Вернее, стоять там можно, но тут хитрость есть. Пересекать нельзя линии, очищающие островок безопасности. То есть не будет там, в этом случае, парковки. То есть, в общем, парковки вообще никак здесь не сделают перфактно, да? Ну, надо позвать какого-нибудь голову администрации самопольского и спросить у него прямо на месте, что с этим можно делать. Возможно. Кстати, обратите внимание, как автобус сейчас поедет. Он уже меньше делает радиус поворота и под более прямым углом. Ехал в автобусе и тоже слышал, ну, пассажир, дедок, правда, такой, который, может быть, ворчит на все подряд, но тем не менее тоже говорил, что вот тут припарковались. Ну, то есть, людям из автобуса виднее порой, чем водителям. Да, конечно так. Хоть у меня есть машина, но я периодически езжу на автобусе, ну, там, куда-нибудь на Троицкий, порой быстрее и безопаснее на автобусе. Так что и бываю и пассажиром, и водителем, и пешеходом. И, мне кажется, какая-то возникает пропасть, недопонимание между водителями, которые хаяют пешеходов, там, как, не знаю, может быть, нищебродов, которые, там, не знают проблем водителей, и, наоборот, пешеходы ругают водителей, которые паркуют свои бедра, где попало. Ну, да, соответственно, разные точки зрения были и будут всегда, существует конфликт. Ну, что скажешь по итогам четырехчасового рейда? Хорошо, что все-таки результат есть. Я боялся, что мы сегодня зря здесь побывали, ничего не сделали. Сегодня сделали, много водителей, которые не знали, ну, наверное, не знали, что нельзя парковаться, потому что забыли ПДД и ориентируются на старное поведение. Привыкли. Да, вот. Надеюсь, что нет таких, которые плюют на закон, понятийное, понятийное толкование. Ну, так и, в общем, проблема решилась. Я думаю, что мы еще и не раз сюда выйдем. Обратите внимание, как автобус опять уже подъезжает, вот. Ему теперь ничего не мешает. И, соответственно, попытаемся добить и решить эту проблему до конца. В общем, всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ну, и всю всю фигню, которую все знают. Всем пока. Пока.